Среди первых выдвиженцев кандидата от местного отделения политической партии «Единая Россия». Почетный житель города, заслуженный учитель России, обладательница женского ордена преподобной Евросинии, великой княгини московской третьей степени Ольга Валентиновна Мартынова и директор нефтеперерабатывающего завода Алексей Куклин. Накануне они подали документы на регистрацию в территориальную избирательную комиссию города Коголыма. После этого мы выдаем им разрешение на открытие счета, специального избирательного счета. Они открывают счет для формирования своего избирательного фонда Забербанки, формируют определенный перечень документов и уже сдают документы нам на регистрацию. Рабочая группа проверяет весь перечень документов, смотрит, достает, не достает документы, соответствует ли они установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата, либо об отказе от регистрации. Регистрация обоих кандидатов прошла успешно. Имена Ольги Мартыновой и Алексея Куклина будут значиться в бюллетенях в день единого голосования, когда горожане будут выбирать депутатов в городскую думу шестого созыва. Я думаю, что баллотируясь в депутаты, я смогу сделать для города еще больше, сделать город еще лучше. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, это и уборка снега в зимний период. Есть такие проблемы у нас, все, наверное, про них знают. Кандидатов в депутаты знают десятки тысяч земляков, одни лично, другие по делам. Ведь каждый из них посвятил Коголыму более 30 лет своей жизни. Мы с ним недавно познакомились, как раз ездили на НПЗ, он мне проводил экскурсию, где он является директором. Очень умный, интеллектуальный человек, с ним есть о чем поговорить, потому что я также учусь на той же специальности, которую он получал, нефтегазовое дело. Всего на участие в выборах депутатов в городскую думу заявились 8 человек, а точнее представители 4 парламентских политических партий. Самовыдвиженцев пока нет. Последний день сдачи документов на выдвижение 29 июля.